А теперь объяснение по поводу камер. Сейчас смотрим на радар-детектор наш и проедемый Сергек, и проедемый лазерный РОДСКАН. Едем мы вверх по улице Мустафьево. Радар РОДСКАН. 40 км в час. Понятно. Контроль выделенной полосы. Понятно. Видеоконтроль перекрестка. Понятно. Это вчера я добавил в базу. Поехали. Ограничение на 40 км в час. То есть, грубо говоря, контроль стоп-линии и автобусная полоса. Вот они сверху висят, наши лазерные РОДСКАНы. По ним все ясно. Контроль скорости 40 км в час. Контроль выделенной полосы. Теперь, что это означало бы? Теперь мы подъезжаем к нашему Сергеку. Итак, прямое отличие. Это для всех, кто не понимает и задает вопросы. А будет ли теперь радар мой реагировать на Сергек? Да что такое Сергек? Это простая камера, которая благодаря уникальному там их так называемому алгоритму работы по количеству кадров определяет скорость автомобиля. Далее. Это камера, которая секрет. То есть, я говорю о сканах штрафов, которые я видел своими глазами. То есть, это стоп-линия. Да, видел. Это получается выделенная полоса. Да, видел я скан штрафа. Это получается перестроение. То есть, грубо говоря, по линиям пересечение сплошной. Да, видел я это. Но не видел я ни одного штрафа, которое пришло бы с Сергекой. Сейчас вот подъезжаем, показываю я. То есть, вот он, радар мой. Радар-детектор говорит об этой камере. Да, вот она камера сверху. Буквально вчера я ее добавил в базу. Район орбиты. Вот оно есть. То есть, грубо говоря, здесь вот он, пешеходный переход. Вполне возможно, что он будет видеть. И автобусная линия, куда все пытаются перестроиться, чтобы выехать на кольцо для дальнейшего маневрирования. Итак, по поводу этих камер. Она ничего не излучает. То есть, грубо говоря, это та камера, которая делает только видеонаблюдение. Поэтому, как должен реагировать на нее радар-детектор? Да никак. Не будет он никак реагировать. Кроме как по GPS. По GPS будет реагировать, а так не будет реагировать. Вот, собственно, вот так. Так, и еще добавилась одна камера. Сейчас совершенно случайно увидел. Это ниже улицы Фрунзе. Опять же, это вот район Мустафина-Фрунзе. Еще там стоит один сергек. Поэтому, соответственно, по мере того, как я их вижу, я их буду добавлять в базу. Поэтому, если раньше я людям говорил обновляйте свои базы радаров раз в месяц. Сейчас, я вам говорю, этого реально мало. То есть, у меня, получается, дня три или четыре назад новую базу я сделал. И вчера новая база. Опять же, базы эти есть где? Вот он не онлайн. Сегодня они мне, не онлайновцы, скинули эту новую базу. Интеговцы скинули мне сегодня новую базу по моему запросу. И на Шоуме эту базу радаров я сделал сам. Поэтому, собственно, вот эти три бренда, которые на данном этапе, на сегодня, 9 октября, имеют оповещение обо всех этих сергеках по городу Алматы. Все остальные регионы, не могу я за всех сказать, потому что, если здесь я езжу сам, это все отмечаю, то за все остальные регионы, где появятся эти сергеки, там, Тарас, Чемкен, да, простой пример, я не знаю, будет такой же, как я, кто будет ездить? Да бога ради, я буду только рад, что база будет нормальная. Не будут ездить, ну, люди, извиняйте, тогда в ваших городах будете ездить без этого оповещения на эти камеры. Опять же, по поводу камер сергек. Это камеры, которые находятся в данный момент в тестовом режиме. И не нужно выносить мозг, сразу просить, как бы, а почему, почему в радаре-то этого нет? Вот я увидел там камеру, да, почему мой радар об этом не сказал? Да откуда паника-то может быть? В принципе, я говорю, сейчас они ничего не меряют, не секут. Но примерно где-то, наверное, как они обещали, до конца декабря они это все дело запустят, да, наша доблестная полиция. И, скорее всего, наверное, с января месяца, я так предполагаю, уже будут реальные сканы штрафов приходить за эти камеры. Ну, вот как-то так. Это по поводу сергеков. Поэтому, люди, посмотрите внимательно это кино. Потому что, я говорю, я реально устаю в течение дня повторять эти все фразы по 20-30 раз. Что такое камера, Сергей? Как работает камера, Сергей? Куча информации народ просто не читает. Поэтому, ладно, лень там читать. Посмотрите кино, пожалуйста, для вас это пригодится. Ну, вот на этом все.